В эфире телекомпании Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я Татьяна Сарнацкая. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске вы увидите. В Одессе состоялись торжественные мероприятия по случаю Дня военно-морских сил. В церемонии принял участие президент Украины Владимир Зеленский. На процессе по делу Геннадия Труханова продолжается оглашение приговора. Главный обвиняемый пришел к половине заседания, прокуроры вообще не явились. На одесских пляжах от Новой до Финовки до Ривьеры на 12-й станции Большого фонтана отдыхающие обнаружили нефтепродукты. Карлсон, который живет на Одесской крыше. Сказочный мурал создан во дворе дома номер 48 по улице Екатерининской. 7 июля в Одесскую область для празднования Дня военно-морских сил Украины и проведения украинско-американских командно-штабных учений Сибриз-2019 прибыл президент Украины Владимир Зеленский. У причала Одесского морвокзала выстроились корабли стран-участниц международных морских учений Сибриз-2019 на причале военные моряки. Торжественный праздник начался с поднятия флагов Украины и ВМС под звучание гимна. Во время выступления президент Украины Владимир Зеленский почтил минутой молчания память морских пехотинцев, погибших в результате обстрела санитарного автомобиля вблизи населенного пункта Водяное, старшего матроса Сергея Майбороду и санитарного инструктора Ирину Шевченко. Президент поздравил всех с праздником и напомнил о важности проведения морских учений с международными партнерами и усиления украинских военно-морских сил. Шановні воїни, наша спільність – це сильні, оснащенні сучасними кораблями, озброєнням і технікою військово-морські сили України. На цьому шляху ми відчуваємо вагому підтримку з боку наших міжнародних друзів і партнерів, які сьогодні стоять з вами в одному строю. Також президент України вручил награду морским военам за мужество, проявленное в защите государственного суверенитета і территоріальної цілостності країни. На территории порта прошла церемонія присвоення названий двом новым десантным катерам ВМС України і проліт морської авіції з десантированням 15 парашютистів. Помимо торжественной части, для одесситів і гостей города були проведені виставки «Возвращение домой» і блокпост пам'яти. Жители і гости города змогли понаблюдати за гонками на ялах. В течінні дня демонстрували боеві корабли, катера, судно обеспечення, военну техніку і образцы вооруження. Також состоялась презентация служби по контракту от военных учебних заведень. На Дерибасовской прошел праздничный концерт, а после заката солнця можно было наблюдать за праздничной эллиминацией на боевых кораблях. Процесс по делу Геннадия Труханова в Малиновском суде приближается к завершению. Прочитана большая часть приговора. Судебная коллегия продолжает оглашение полного текста документа. Половина заседания прошла без Геннадия Труханова. Адвокаты ничего не сообщили суду о причине отсутствия главного подсудимого. Возможно, ему не хотелось в очередной раз слушать доказательства своей противоправной деятельности, перечисленные в приговоре. В любом случае, неявку на заседание без серьезной причины можно расценить как неуважительное отношение к суду. Но коллегия судей продолжила работу без замечаний в адрес посудимого. Он появился только к середине дня. Адвокаты также пришли не в полном составе. Снова не появилась и сторона обвинения. Представители специализированы антикоррупционной прокуратурой. Очевидно, стороны потеряли интерес к процессу. Не исключено, что это связано с предсказуемостью результата, о котором Геннадий Труханов говорил с самого начала. Городской голова уверен в оправдательном приговоре. Услышать его финальную часть предположительно можно будет в среду. Общественная организация «Зеленый лист» обнародовала в социальных сетях информацию о застройках пляжей Одессы, вырубке зеленых насаждений и загрязнении мусором территории пляжей. По словам активистов, самые красивые и пока еще зеленые пляжи Одессы, точнее сказать, пляжи лишь де-факто, расположенные в Одессе, а де-юро, они уже переданы решениями горсовета в аренду фирмам ТОВ «Чкаловский инвест», решением сессии горсовета от 17.05.2018 года, и ТОВ «Зеленый берег», решением сессии горсовета от 15.06.2005 года. Речь идет о том, что 4,5 гектара самых красивых пляжей Одессы, потому что сюда вот этот участок ходит и пляж Лагуна, это там, где, если вы помните, загорожен он забором был и Сакашевеля в свое время сносил этот забор. И пляж, собственно, Чкаловский, и пляж Нодильский, все эти три прекрасных пляжа принципиально попадаются в застройку. И вопрос в том, что компании, которые инициируют эту застройку, это также компания Галандерника, это «Зеленый берег» и «Чкаловский инвест». Поэтому я знаю, что даже после фиксации таких вырубок впоследствии правоохранительные органы не могут определить имитием виновных. Я опасаюсь, что вот такие могут механизмы наблюдаться для того, чтобы избежать уплаты восстановительной стоимости. Отдельно вопрос, это вопрос засмешивания территории, то есть фактически превращения курортной части побережья в свалку. В свалку и бытовых отходов, и промышленных отходов. И здесь это представляет опасность с точки зрения санитарии и с точки зрения противопожарной безопасности также. Поскольку данный пожар, он в том числе, загорелся мусор и продолжительное время горел. То есть это может все способствовать вот таким техногенным катастрофам. Кроме всего прочего, это нарушение природоохранного законодательства. И я считаю, что экологическая инспекция должна без отдельных указок и так далее со стороны общественных организаций выходить и актировать данные нарушения. Благодаря работе зеленого листа каждый из подобных случаев задокументирован. Составлены соответствующие акты и со стороны экологической инспекции насчитан нанесенный государству ущерб. Речь идет о порядке семи сотнях здоровых деревьев, чье удаление регламентировано порядком Кабинета министров Украины 1045. Также счастливых арендаторов трех самых красивых пляжей Одессы – Лагуны, Чкаловского и Нудистского. Активисты просят начинать ознакомляться с законом Украины об оценке воздействия на окружающую среду, особенно в части проведения общественных слушаний. Почти все одесские пляжи снова непригодны для купания. Причина в этом техногенная. Вода и берег загрязнены нефтепродуктами. На пляжах от Новой до Финовки до Ривьеры на 12-й станции Большого фонтана отдыхающие обнаружили нефтепродукты. Темная маслянистая жидкость с запахом мазута пачкает тело и одежду и с трудом смывается. Источник загрязнения не установлен. Сброс мог произойти как с предприятия, так и с находящегося в акватории Одесского залива судна. Главное управление Государственной службы Украины по срезвычайным ситуациям, Санэпидемслужба, Одесская мэрия и областная администрация пока не дают информации о данном происшествии. Жители поселка Котовского были неприятно удивлены странным состоянием воды в фонтане, расположенном на Крымском бульваре, традиционном месте отдыха детей и взрослых. На поверхности воды плавало нечто напоминающее пену от моющего средства, из-за чего красивый прежде фонтанный комплекс приобрел весьма неприглядный вид. По сообщению пресс-службы Департамента городского хозяйства Одесского горсовета, накануне неизвестный мефонтан был залит моющим средством. Выясняя причину плачевного состояния местной достопримечательности, специалисты коммунального учреждения «Центр 077» просмотрели имеющийся в их распоряжении архив видеозаписи за предшествующий этому происшествию период. Обнаружить удалось вот эти любопытные кадры. На записи четко видно, как группа людей при выполнении неких технических работ вблизи фонтана периодически занимается тем, что подходят к воде и что-то сливают нечто из емкости в фонтанную чашу, а затем моют эти же емкости в воде фонтана. По всей видимости, в результате этого вода в фонтане приобрела тот самый непривлекательный вид. Теперь коммунальщики вынуждены слить более 200 кубометров воды, чтобы вымыть фонтан и залить в него чистую воду. Работы продлятся несколько дней, после чего фонтан будет работать в обычном режиме. Об обеспечении страны газом и экономических реформах, о построении демократического государства и ситуации в образовании и медицине такие темы поднимались на встречи кандидатов, народные депутаты и представителей СМИ. В Одессе свою политическую партию «Сила и честь» представил ее руководитель Игорь Смешко. Украинский журналист Дмитрий Гордон возглавил предвыборный штаб партии «Сила и честь». Именно он представил в Одессе руководителя партии, экс-главу СБУ, бывшего начальника главного управления военно-разведки и Минобороны Игоря Смешко. Дмитрий Гордон отметил, что считает Игорь Смешко одним из наиболее перспективных политиков в нашем государстве, сумевшего без купленных СМИ и без традиционной предвыборной гречки достойно показать себя еще на президентских выборах. Игорь Петрович не мог смириться с тем, что страной управляют люди, которых нельзя допускать к управлению Украиной. Он находился на пенсии, руководил комитетом по разведке в 2014 году, но к его советам, к сожалению, президент Порошенко не прислушивался в силу разных причин. Игорь Петрович в 2018 году в конце года принял решение идти в президенты, в 2019 году участвовал в выборах президента Украины. Он стал главным открытием и главной сенсацией выборов, когда социологические службы давали ему 1,4-1,9%, он набрал 6% на выборах только официально. Сам Игорь Смешко человек в политике отнюдь не случайный. Речь даже не в заслугах этого человека на государственных постах, а в том, что, по его мнению, именно отсутствие профессионалов, управленцев, в том числе в законодательной сфере, представляет весьма серьезную угрозу для существования нашего государства. Поверьте, мы сделали все, чтобы в нашей партии были самые лучшие представители в нашем списке. У нас в нашем списке около 20 докторов наук по разным направлениям. В списке у нас мы подобрали тех, кто должен заниматься, это же не президентские выборы, это парламентские выборы. Парламент – это совершенно другое дело. Должны прийти люди, которые не будут учиться. У нас война, у нас часть территории мы потеряли. У нас вся правоварительная система и вообще как правовое государство, оно практически не функционирует. Управляемость полностью исчезла. Органы государственного управления профессионализм упал до нуля. Еще один важный момент – реформирование ряда сфер, в том числе образование, медицина, а также экономическая реформа. По мнению политика, существует пять столпов, на которых должно стоять по-настоящему демократическое государство. Пять параметров должно быть критериев работы любого правительства. И надо политическую культуру поднимать. Люди должны это понимать, как оценивать. Разные комбинации политических сил, новые названия могут там переименовать. Пять – первая – культура, второе – наукообразование, третье – здравоохранение, четвертое – экология и пятая – демография. Каждый год эти показатели увеличиваются. Правильное профессиональное правительство работает для народа, для страны. Если эти пять показателей падает хотя бы один, задумайтесь, зачем такое правительство. Кроме того, Игорь Смешко представил свою команду людей, с которыми он намерен баллотироваться в Верховную Раду. Иван Мирошниченко, Ирина Сысоенко, Елена Сотник. Впрочем, все они достаточно известные политики и являются действующими народными депутатами. А Елену Сотник, в частности, многие одесситы, помнят как главу Временной рабочей комиссии при Верховной Раде по расследованию нападений на активистов. Если вы помните, Март Руханов во время заседания Следственной комиссии обещал также предоставить Следственной комиссии все материалы по незаконным застройкам, в том числе в связи с которыми активисты выступали и после чего были ряд нападений. Должна вам сообщить, что после фуг моих официальных запросов, то есть не обращения, а именно депутатских запросов, которые имеют особую силу, после моего выступления с трибуны, где я говорила о том, что Руханов нарушает законодательство и не предоставляет информацию, на сегодняшний день все сроки пришли. Господин Труханов направил мне документы, которые, мягко говоря, не соответствуют и есть ничем иным, как нарушение моих депутатских прав. То есть фактически он мне не предстал никакую информацию, фактически не по одному вашему объекту застройки, где у нас есть вопросы к нарушению законодательства. Впрочем, похоже, это не единственное нарушение, в котором отметился действующий мэр Одессы. Так, возможное наличие Одесского городского головы паспорта Российской Федерации, по крайней мере, до 2017 года, Игорь Смешко прокомментировал следующим образом. Я не знаю стран, где на государственные должности вооруженные силы, специальные службы и государственные служащие высокого ранга имеют второе гражданство. Просто будь обычным человеком, занимайся бизнесом, чем угодно, но не управлением государством. Если идешь в управление государства, ты должен сложить все остальные гражданства. Кроме того, как подчеркнул лидер партии, сила и честь Украина вполне может стать, наконец, независимым государством. По-настоящему независимым. В нашей стране в этом году открыли еще два новых газовых месторождения, а значит, мы вполне можем слезть с так называемой российской газовой иглы и в состоянии полностью обеспечить себя газом, а при хороших инвестициях еще и экспортировать его. То же самое и по нефти. Но нужна государственная политика в этой сфере, а в Кабинете министров должны работать люди с системным видением, хорошим образованием, ну и, разумеется, патриоты. Со своей стороны Игорь Смешко отметил, что его партия и его команда в случае избрания в Верховную Раду готовы войти в коалицию и поддержать ныне действующего президента Украины. Отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию нападений на активистов, в том числе и в Одессе, должен быть представлен Верховной Раде уже на этой неделе. Об этом заявила глава комиссии народный депутат Украины Елена Сотник. Встреча с журналистами и общественностью сама Елена Сотник назвала подведением предварительных итогов по деятельности Временной следственной комиссии при Верховной Раде, которую она возглавляла и которая занималась расследованием многочисленных фактов нападений на активистов, в том числе и одесских. Как все мы помним, за небольшой промежуток времени таких в Одессе было зафиксировано более десяти. Наиболее вопиющее нападение на Светлану Подпалую, Алину Радченко, покушение на жизнь Олега Михайлика и Виталия Устименко, попытка покушения на Михаила Кузаканя и Григория Козьму. Напомним, почти год продолжалась работа комиссии, выводы, к которым пришли народные избранники, весьма неутешительны с точки зрения деятельности, вернее, бездеятельности правоохранительной системы. Ці справи є, напевно, яскравою ілюстрацією того, що кримінальні провадження по факту є, вони тривають вже декілька років, але результатів в цих кримінальних провадженнях немає. Причому ці справи, на відміну від інших, намагалися певним чином взагалі зам'яти, по ним не було жодної активності. Наприклад, по Устименку, поки не почала працювати тимчасово слідча комісія, навіть допиту жодного не було, крім його самого, як потерпілого. Тут ви не побачите, на жаль, в звіті тимчасової слідчої комісії якихось прізвищ конкретних правоохоронців або прокурорів, які перешкоджали розслідування. Але ви побачите загальні висновки про те, що неналежне розслідування, відсутність результатів – це все ж таки, за нашим переконанням, проблема певної бездіяльності в правоохоронній системі. Ні по одному із розслідувань нет результатів по заказчикам нападений. Скоріше всього, цих результатів не буде і далі. По мнению Єлины Сотнік, уголовні производства в багато случаях треба було об'єденять. Це було б логично з точки зрення уголовних производств, однака, як всі ми розуміємо, абсолютно не потрібно в тих случаях, коли правоохоронні органи покривають виновників прізвищення. Розпорушеність кримінальних проваджень, вона не дає можливості їх розслідувати ефективно. Але за моєм переконанням, це моє особисте переконання, зараз я не в виді мене тимчасово слідчої комісії говорю, я думаю, що ці кримінальні провадження неможливо ефективно розслідувати в Одесі. Тобто єдиний спосіб розслідувати ці кримінальні провадження – це передати їх або іншому регіону, або вищостоящій інстанції, тобто слідчому органу. Возможно, ожидання не оправдались, але, як подчеркнула нардеп, Верховна Рада може тільки проаналізувати роботу правоохоронців. Механізмів влиять на ситуацію у Рады нет. Тем не мене, Елена Сотник подчеркнула, що вірить в те, що Зеленський не буде договариватися з Трухановим і прогнозує в неочередні вибори в місній совєті вже нинішній осіння. «Очевидно, що він не буде договариватися з Трухановим. Для мене це чомусь очевидно. І ще другий момент – це, знову ж таки, мій інсайт, я не можу вам там стверджувати однозначно, але те, що я знаю, ходить інформація про те, що в листопаді будуть місцеві перевибори. Для цього немає юридичних підстав. Одразу кажу, на сьогоднішній день для місцевих дочасних виборів немає ніяких підстав. Але політично ми з вами розуміємо, що в ключових регіонах це дійсно може відбутися. Про Київ точно говорять, що це будуть одночасні і вибори мера, і вибори до місцевих рад. Я думаю, що скоріше за все це буде стосуватися і Одеси». Отчет о результатах роботи Временной следственній комісії Верховної Ради, по словам Еліни Сотник, буде представлено вже на цій неділя. 16-летний воспитанник Одесской спортивно-детско-юношеской школи Олимпийского резерва «Динамо» Игорь Троїновский стал чемпионом Європи среди юніоров по плаванию. Об этом сообщает отделение Национального олимпийского комитета Украины в Одесской области. Игорь Троїновский победил на дистанции 200 метров баттерфляем, обойдя почти на секунду своих соперников из Венгрии і Чехії. Спортсмен показал результат, который только на 0,08 секунды ниже его личного рекорда, установленного в апреле 2019 года на чемпионате Украины. Тренируют Игоря Троїновского, Александра Курбанова и Константин Карташов. Это первая медаль такого уровня в карьере украинского спортсмена. В прошлом году плавец также участвовал в чемпионате Европы, но занял 11-е место. Напомним, 7 июля в Казани завершился юніорский чемпионат Европы по плаванию, на котором украинские спортсмены завоевали три медали – одну золотую и две бронзовые. Не ждать милости от чиновников, а благоустраивать свой город самостоятельно по мере сил могут, если не все, то многие одесситы. И уже делают. Сказочный мурал создан во дворе дома номер 48 по улице Екатериненской. Дом номер 48 по улице Екатериненской недавно стал одной из культурных достопримечательностей Одессы. Сначала, как во всех дворах старого города, здесь были такие вот ободранные стены. А одна из жительниц дома Анжела позвала художников и теперь тут посолился Карлсон. Мужчина в расцвете лет – добрый и веселый любитель поесть варенье целыми банками. И подурачиться вместе с детьми. С ним еще два главных героя популярной сказки – малыш и грозная воспитательница-домоуправительница. Если быть внимательным, можно услышать, как малыш и Карлсон обсуждают очередную шалость. Отвечать за которую придется, конечно же, малышу. А его друг с маленьким пропеллером за спиной, как всегда, успеет улететь до прихода взрослых. Его даже не станут искать. Ведь никто не поверит, будто в домике на крыше может жить маленький человечек. Он дружит только с детьми. Взрослые слишком заняты своими очень серьезными делами и потеряли способность жить в сказке. Мы просто купили эту квартиру и решили сделать просто людям красивое все. И мы не видим, мы со своей квартирой не видим этой красоты. Видят только те, которые заходят в этот двор. Сначала мы брали строителей, ставили леса, шпаклевали, штукатурили. А потом брали художника и рисовали. А все приходят, фотографируют, всем очень нравится, всем приятно. Сколько еще в Одессе старых дымов с голыми стенами, где могут поселиться сказочные герои? Полным-полно. Если ждать, пока их благоустройством займутся чиновники, пройдет даже нескончаемая вечность. Остается адеситом собраться и самим украшать свой город. Александр Виноградов, Альберт Наумов, телекомпания «Круг». Наш выпуск новостей подошел к концу. Дали информацию синоптиков о погоде. Я вам желаю только хороших новостей. До встречи. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей 9 июля в Одессе переменная облачность. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16, днем 23-25 выше нуля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова